В Якутске отмечаются случаи интервирусной инфекции среди детей. Лабораторными исследованиями подтверждены случаи групповой заболеваемости в школе номер 30 и единичные случаи еще в четырех школах и трех детских садах столицы. Управлением Роспотребнадзора по республике проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, даны предписания о проведении комплекса профилактических мероприятий. Ежедневно ведется мониторинг заболеваемости. На сегодня приостановлена учеба у начальных классов школы номер 30. Это связано с необходимостью разобщения детей и проведению заключительной дезинфекции. Все контактные лица, взятые под медицинское наблюдение, врачи из поликлиник ежедневно осматривают детей. Во-первых, это не один возбудитель, а целая группа возбудителей, которая объединяется, называется интервирусной инфекцией. И поэтому в зависимости от того, какой вид возбудителя, различные проявляются клинические формы. Это бывает как банальная ОРВИ может пройти, может пройти как кишечная инфекция. И вот если развиваются симптомы поражения, в смысле высокая температура, то естественно именидиальные симптомы могут быть. И поэтому могут быть проявления как кожные в виде сыпи. Это может быть как танзелит, как назофарингит, как ангина, как стоматит. То есть вот я и говорю, что это инфекция такая, которая имеет полиморфность своих клинических проявлений. Продолжение следует...